здравствуйте друзья у меня лежит письмецо на которое я все никак не отвечу потому что она очень очень большое с другой стороны она хоть и большое но настолько интересное и трогательное и эмоциональное что мне все думалось что я как-нибудь найду время его зачитать полностью но но не получается его чтобы зачитать минут 20 я тогда своими словами перескажу и заодно отвечу человеку который переживает значит парень тяжелую жизнь такую прожил ну в общем и и у него была идея вот там гринкарт лотерею выиграть попасть соединенные штаты но как-то его не везло пока а год назад получилась такая история что его племянница подала на лотерею причем как подала он им и раньше говорил но она ее кавалер они там как-то внимание не обращали а тут прямо вот там за последних пару дней там до окончания лотереи он еще раз позвонил как бы настоял и они взяли и заполнили ну она заполнила племянница и выиграла выиграла и значит а он их как бы инструктировал но как человек который ну уже проникся он там на форумах он на видео канал наш смотрит ну то есть человек такой как бы владеющей информации а те вот как слуны свалились там вдруг случайно что-то на них упало они заполнили форму там забыли и вдруг на тебе значит он объяснил что нужно пожениться идти вместе на интервью там все дела вот они поженились мало того ее нынешний супруг он вообще веб-девелопер слушайте и они уже спят и видят как они попадают в америку и вот люди которые вообще не ухом не рылом то или как то ни сном ни духом вот ни сном ни духом они уже все они уже в америку там все дела а он-то хочет подробностей а он-то хочет участие а они абсолютно от него как бы сказать дистанцировались можно так сказать обсуждать с ним ничего не хотят то есть он как бы чувствует себя отцом родным так сказать их эмиграции можно сказать святым духом их эмиграции а они как бы типа не верующие пройдет ушли в несознанку больше того они даже вот на свадьбу его там как бы не приглашают то есть каких-то других дядей приглашают а его не приглашают и в общем ему со всех сторон обидно ему люди говорят да брось ты качу тебя ее мое но уж какие-то люди но что тебе а у и он как бы понимает умом что они правы но сердцем сердцем чувствует обиду и это как бы друзья нам всем знакомо кто из нас не обижался значит в общем вот просит как бы совета хотя письмо само потрясающе ребят я я очень сожалею что не могу вам все письмо я знаете что сделаю описание под видео которое у нас есть она ограничена там несколькими тысячами знаков туда много не напишешь а вот рассылка которая переходит вам по и по имейлу да о том что видео пришло вот в этой рассылке совершенно неограниченное количество места вот я туда это сброшу и те кто получает вот значит они туда почитают вот то что у меня нет нет возможности вам показать это письмо она потрясающе она безусловно заслуживает чтения так вот чтобы я сказал вот про эту конкретную обиду можно поговорить вообще про обиды в целом и механизм как бы обиды и так далее как с этим бороться это отдельная история но в данном случае я бы вот что сказал у нас специфическая обида ты человеку делаешь добро а он тебя выпихивает из своей жизни он не только не чувствует признательности но еще как бы демонстрирует чтобы там лишнее вообще на этом празднике жизни это бывает сплошь и рядом вы спросите меня вот у меня было там много тысяч студентов и многие из них были в такой же точно несознанки вот как допустим эта сестра племянница они даже не поняли что с ними произошло вот пришли люди которые были в курсе поколдовали немножко и они свелфера отправились там получать какие-то жуткие деньги через год купили дом через пять лет этот дом уже стоил миллион там и они купили еще один то есть понимаете они даже не поняли что произошло есть люди понимают если не понимают если люди ценят если люди не ценят если бы я обижался на тех кто не понял что с ними произошло или там скажем не оценил мое участие в их жизни я бы уже давно был на то самое вернулся к про отцам понимаете я тоже спрашивал себя значит что же мы делаем вообще а ради чего все там и так далее и ответ очень простой очень 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 простой ты спрашиваешь себя вот я это сделал потому что я хотел чтобы не какую-то благодарность в какой-то форме или я это делал потому что я хотел чтобы жизнь моей племянницы изменилась к лучшему чтобы у нее открылась какая-то перспектива чтобы что-то такое произошло в ее жизни в ее жизнь понимаете а сейчас получилась завязка получилось что парень как бы он хотел сделать что-то хорошее для племянницы но теперь выясняется что он хотел этого хорошего только при условии что ему за это что-то обломится в виде там какого-то вот то что называется обрешающим там еще чуть вот да значит а так не получилось ничего страшного у меня дядя был хирург он был завхирургическим отделением железнодорожной больницы города витебск и я с ним как-то говорил на эту тему когда он жив еще был и а он всегда как приедет в гости так он сразу коньяком там полная машина у него коньяка он значит там я я говорю что пациенты все он где да ну а он врач он не пьет и в общем да он где ты знаешь вот бывает пациент очень признательный вроде там ерунда какая-то человек признателен а бывает ты его с того света вынул а он когда по улице на встречу тебе идет на другую сторону переходит чтобы не здороваться понимаете поэтому так что теперь врачу делать сначала с него расписку брать а потом с того света вытаскивать то есть мы имеем дело с очень общей с исключительно распространенной ситуации с которой человеку однажды надо разобраться почему у парня проблемы с этим я скажу потому что в его жизни это ну но из может быть первый раз может быть не первый но достаточно редко случающаяся такая штука то есть люди у которых поток людей через которых они идут и для которых они что-то делают они привыкли уже к тому что кто-то не будет признателен я когда изучал основы бизнеса когда страхованием начал заниматься там очень серьезных агентов готовят и они изучают бизнес и там есть такая тема как реферал то есть человек который к тебе кого-то привел клиента другого привел и вот была книжка серьезно это вообще очень проработанная тема исключительно проработанная и там было написано что 20 процентов клиентов никогда никому тебя не посоветуют независимо от того какой ты хороший сервис ему сделал тому что никогда и никому тебя не будут советов 20 процентов будут тебя советовать всем подряд на пропалую реально но независимо от того хороший плохой сервис там еще что-то но вот они просто такие люди и вся борьба идет вот за те 60 которые могут там порекомендовать тебя кому-то могут не порекомендовать зависит просто я к чему говорю послушайте 20 процентов это каждый пятый ну вот если ваша племянница оказалась там среди 20 процентов это же не пол процента каких-то там аморальных негодяев нет это нормальные люди абсолютно нормальные хорошие ничем ничем не ну и правда 20 процентов людей не могут быть плохими они просто вот такие обидно да почему обидно ожидания не оправдались значит проблема вся в том что у парня были ожидания которые на самом деле не реалистичные или скажем так не не жизненные по жизни ты должен знать что если ты кому-то что-то хорошее сделал то тебе могут сказать спасибо могут сказать ничего а могут дать по морде тоже так тоже бывает всякий раз когда ты делаешь кому-то добро ты должен понимать что могут и в рожу плюнуть понимаете нормально нормально ты не потому это делаешь что ты хотел там получить деньги мороженое или там на доску почета чтобы тебя повесили ты это делал потому что ты хотел сделать что-то если она себя так ведет то это у нее проблема у нее это не у парня проблема парень все сделал правильно он мог что-то сделать хорошее он сделал это хорошее племянница могла что-то сделать хорошее но не стало ну почему то не стал и мы не знаем почему и мы не хотим влезать в это дело и мы не знаем какие отношения у племянницы с дядей может быть если мы спросили бы племянницу да знаете как всегда нужно больше чем одну сторону услышать Но, может быть, племянница бы сказала, что дядя там, этот, с ним тяжело разговаривать Что он чего-то все время хочет, что он там пристает И что она 10 раз ему вежливо ответила, а потом он ее уже достал И она не знает, куда деваться Это тоже возможно Мы не знаем Мы абсолютно не знаем, что она скажет, если ей это сказать Но, безусловно, безусловно У нее есть какая-то причина, которая для нее убедительна И бог с ней Дядя должен радоваться тому, что он для этой племянницы что-то сделал Вот и все, просто радоваться тихо Ничего взамен требовать нельзя Понимаете, то же самое, как от детей собственных Вы же... Сейчас, давайте камеру поверну Да, некоторые говорят, вот дети Вот, да если б я знал, да если б что-то... Да неправда, ты детей рожал не для того, чтобы они потом тебе вот по контракту что-то отдали Взамен, ты рожал их для себя И воспитывал их для себя И у тебя была радость жизни от этого Ну, если ты нормальный человек, конечно, я... Разные бывают отклонения, там, бог с ними Но ты для себя это делал Поэтому не то, что он тебе чем-то там обязан Хорошие отношения, да Не очень хорошие Тоже бывает И не всегда бывает, что ты виноват в этих нехороших отношениях Хотя обычно проблема, обиды Это мост на двух опорах стоит Понимаете, не на одной Поэтому отпустите этот... Уберите свою опору из-под этого моста Вот я парню вот говорю Уберите свою опору Пусть оно там, если ей хочется держать Пусть держит это ее дело Пусть она за двоих держит А вы ушли и пошли дальше У вас своя жизнь Вы что, у вас других дел нет, что ли? Поэтому я бы так сказал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok